Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Из-за непогоды пришлось эвакуировать 121 человека. Сочи приходит в себя после ливней. Летом школьники смогут заработать 8 тысяч в месяц. Практически все предприятия готовы принять к себе подростков. В Сочи сегодня открылся 27-й кинотавр. В связи с открытыми показами продлена работа общественного транспорта. Вместо пустыря – новое футбольное поле. В Адлере местные жители решили постараться для себя и своих детей. Ситуацию в крае глава региона оценил сегодня из оперативного штаба МЧС. По видеосвязи Вениамину Кондратьеву доложили об обстановке в каждом районе, который оказался в зоне подтопления. В основном это Черноморское побережье. Там всю ночь не переставали лить дожди. Спасатели продолжают ликвидировать последствия разбушевавшейся стихии. Привлечены больше сотни единиц техники. Губернатор потребовал не выпускать ситуацию из-под контроля. Вернуться к привычной жизни кубанцы должны в кратчайшие сроки. Я хочу всех поблагодарить коллег глав муниципальных образований за все-таки личное, такое неустанное внимание к этой проблеме и личный собственный контроль. Знаете, как есть в народе поговорка, вовремя поднятая вещь не считается упавшей. Порой правильные управленческие решения, они и есть почти 90% успех. Вовремя принять решение и правильно его принять. Людям не нужно знать, что это трудно. Упадение таких осадков не в одном районе, а в многих муниципальных образованиях или они сменяют один, другой. Им нужен результат. Поэтому мы сегодня должны забыть про собственную усталость, сделать так, чтобы их жизнь вернулась в нормальное русло. Незначительное подтопление и незначительное разрушение. Это для нас, с нашего уровня, незначительное подтопление и незначительное разрушение. А для людей, поверьте, для жителей, которые попали в эту ситуацию, оно значительное. Вот на это обратите внимание, потому что, знаете, чтобы не было так, что сытый голодного не разумеет. Самыми подтопленными оказались северские районы Сочи. Из дачных поселков курорта людей эвакуировали на вертолете. Также частично приостановлено транспортное сообщение между Сочи и Краснодаром. Там размыло дорогу. От главы курорта Вениамин Кондратьев требует назвать четкие сроки, когда возобновят проезд по автомагистрали. Достаточно ли, по вашей оценке, сегодня сил и средств, чтобы мы восстановили нормальную жизнедеятельность сегодня Большого Сочи? Секрет достаточно. К концу дня на водовиках сообщение будет восстановлено. Еще раз сроками назовите, то есть сколько времени и какому сроку вы восстановите полностью жизнедеятельность тех районов, которые незначительно пострадали. Значит, завтра в 2 часа в 14.00. По прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода в крае сохранится еще несколько дней. А значит, все это время ситуация должна быть под личным контролем каждого главы района, отметил Вениамин Кондратьев. Однако даже сегодня в условиях ЧАЭС не все руководители муниципалитетов находятся на местах. Так, например, на видеоселекторе выяснилось, что отсутствует глава Анапы. Я бы очень хотел, чтобы глава муниципального образования, если он не на больничном, сам принимал участие, сам контролировал, что у него находится и что происходит в веренном ему муниципальном образовании, где его народ избрал. И надеется, что он с народом, а не где-нибудь. Тем более, даже вы не знаете, где он. Это вот первый непорядок, с чего начинается большой непорядок. Также Вениамин Кондратьев поручил муниципалитетам проверить все системы оповещения населения и отработать схемы эвакуации. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Как разворачивались события и какие последствия приходится в прямом смысле разгребать восстановителем-бригадам, узнаем из следующего материала. Основной удар стихии на себя принял Лазаревский район города Сочи. За один час здесь выпала месячная норма осадков. Вследствие чего небольшие горные речушки превратились в бурные потоки, которые несли деревья и валуны в человеческий рост. Практически сразу же четыре горных села – Алексеевская, Татьяновка, Марьина и Тхагавш – оказались заблокированы из-за схода селии. Большинство жителей этих населенных пунктов были экстренно эвакуированы еще накануне удара стихии. Вернувшись домой, жители Алексеевского недосчитались домашней живности, а кто-то лишился и движимого имущества, был нанесен урон жилым строениям. Игорь Емолкин никогда не думал, что ручеек рядом с его домом может натворить столько бед. Кричал ревун, оповещали эвакуацию. Людей эвакуировали тоже у нас здесь, в дачниках. Ночью забрали людей. Там еще хуже, чем здесь. А там это где? Это вот по дороге вниз, но здесь не пройти, не проехать уже невозможно. Там речка поднялась, хорошо поднялась. Затопило все, наверное. Пробиться по основной трассе от Алексеевского к другим поселкам рабочие не смогли. Об этом в режиме видеоконференции из штаба по ликвидации ЧАЭС мэр Сочи сообщил главе региона. Я ввел режим чрезвычайной ситуации по четырем населенным пунктам, потому что эта дорога, о которой мы говорим, она действительно разрушена в двух местах, но к четырем населенным пунктам подъехать невозможно. Значит, приняты меры и сейчас делается другая дорога, старая дорога, которая была в советское время. В отрезанные от внешнего мира села спасатели МЧС доставили продукты, питьевую воду и медикаменты с запасом на пять дней. Тех жителей, которые пожелали уехать из этих населенных пунктов на вертолетах, доставили в районный центр. В общей сложности эвакуированы 64 человека, в том числе 36 детей и беременная женщина. Губернатор потребовал не выпускать ситуацию из-под контроля. Вернуться к привычной жизни жители края должны были в максимально кратчайшие сроки. Людям не нужно знать, что это трудно. Падение таких осадков не в одном районе, а в многих муниципальных образованиях. Или они сменяют один, другой. Им нужен результат. Поэтому мы сегодня должны забыть про собственную усталость. Сделать так, чтобы их жизнь вернулась в нормальное русло. От стихии пострадал участок федеральной трассы. Река Цукваджи подмыла берег у автомобильного моста в районе поселка Солоники. Дорожникам удалось восстановить его в течение двух дней. Помимо Лазаревского, непогода стала проблемой и для жителей Адлерского района. На улице Форелево сель повредил несколько домовладений, пострадали и частные машины. На ликвидации последствий стихии в Сочи было занято около 500 человек и 160 единиц техники. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ. На этот час по поручению главы города сочинские электросети доставили в аул Тхагапш дизель-генератор и обеспечили людей электричеством. Также электроэнергия подана в село Марьино. А уже завтра к утру будет восстановлена дорога Лазаревская-Тхагапш. Ее расчисткой власти города занимаются круглосуточно. Также во вторник продолжатся работы по расчистке дорог и дворовых территорий от Ила и Бревен. Трудовой десант из 200 сотрудников администрации прибудет на место к 7 утра. К другим новостям. Более 500 миллионов рублей сегодня составляет задолженность по зарплате в регионе. Своих денег ждут около 9 тысяч работников. Эти цифры озвучил губернатор Вениамин Кондратьев на краевом селекторном совещании. В зале присутствовали заместители, министры, руководители профильных ведомств. На связи главы всех городов и районов региона. В этом году совместными усилиями всех служб в крае удалось стабилизировать ситуацию и не допустить роста задолженности по зарплате. Но цифры практически не снизились, подчеркнул глава региона. Такая ситуация недопустима. Люди должны получить то, что заработали. И их не должно интересовать, кто виноват и почему денег нет, отметил губернатор. Людям нужна просто зарплата. И все. И в их понимании, это просто зарплата. И это очень легко. Вот так щелкнули мы щелчком и зарплату принесли. И они не будут разбираться в экономических проблемах ни предприятия, ни экономики в целом. То есть им это не интересно. И они правы. Потому что они пришли в 8 утра на работу и ушли оттуда в 5 или в 6. И будьте добры, дайте им зарплату. И больше их ничего не должно волновать. Это правильно. Их больше ничего не должно волновать. А все должно остальное волновать наш с вами. Вот поэтому оно нас с вами и волнует. Поэтому мне важно понимать, как идет взаимодействие, или оно не идет. Губернатор дал месяц, чтобы совместно с муниципалитетами разработать механизмы, как решить этот вопрос и погасить задолженность по зарплате на местах. Продолжаем. В Сочи сегодня открылся 27-й кинотавр. Проходит фестиваль по традиции в самом центре Сочи. Участники кинотавра уже прибыли в город. Фестиваль начал свою активную работу. Я напомню, в основную программу нынешнего, 27-го кинофестиваля, вошли 14 картин. Из них сразу 9 дебютов. Фильмом открытия будет лента «Петербург» только по любви. На площади у Зимнего театра уже развернут кинозал под открытым небом. Каждый вечер до 13 июня на большом экране здесь можно будет бесплатно увидеть новинки российского кино. Фильмы «Экипаж», «Пятница», «Самый лучший день», «Супер Бобровый», «Восемь лучших свиданий» и другие. А также мультфильмы «Иван Царевич и Серый Волк 3» и «Смешарики. Легенда о золотом драконе». Кстати, автобусы в Деникино-Тавра будут ходить до 2 часов ночи. Продлена работа маршрутов номер 1, 3, 17, 22, 38, 41, 43, 87, 92, 95, 110, 122, 124С и 125С. Список маршрутов можно найти на нашем сайте fkt.com. Кроме того, напомню, что до 16 июня будет закрыт проезд и стоянка машин на театральной площади. Также временно будет ограничено движение транспорта. Сегодня в день открытия и 13 числа в день закрытия кинотавра с 15 до 24 часов по улице Театральной от пересечения с улицей от Джаникидзе. Сегодня в администрацию города заявили об открытии новых международных авиарейсов из Казахстана в Сочи. Маршруты, как регулярные, так и чартерные, будут осуществляться из пяти городов Казахстана. Первым рейсом в Олимпийскую столицу прибыла сотня туристов. Первый прямой рейс в Сочи, кстати, первый за весь постсоветский период, казахстанская авиакомпания SCAT совершила накануне вечером. Новое международное сообщение свяжет Сочи не только с Актау, но и с такими крупными городами, как Алма-Ата, Астана, Чукмент, Атырау и Актюбинск. Минимальный тариф в одну сторону 140 долларов. Время в пути 1 час 50 минут. На первом рейсе прилетело около 100 пассажиров, что говорит о высоком потенциале данного направления. Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю, по пятницам и по воскресеньям. Ну и естественно, как вы отметили, при увеличении пассажиропотока, то есть их необходимо будет доводить до ежедневной частоты. Открытию авиасообщения способствовал приезд в Казахстан главы города Сочи, подчеркивают представители авиакомпании SCAT. Решение было принято после презентации круглогодичного бальнеологического курорта, которую Анатолий Пахомов провел для казахстанских журналистов и туроператоров в рамках очередного инфотура. Естественно, что мы все будем делать, чтобы и Европа к нам поехала, тем более, что европейские страны хотят организовать туристические потоки. В октябре месяце именно Баден-Баден, то есть столица курортов Германии, нам организует такую же презентацию, как мы организовывали в Астане, в Алмате, с тем, чтобы туроператор из России смог организовать агентскую сеть в Германии, ну а дальше через Германию можем выходить и на другие страны. Пока же Сочи наладил прямые рейсы с Арменией, Ираном, Турцией и Тель-Авивом. Планируется восстановить авиасообщение из Грузии. Что же касается турпотока в Сочи в этом году, то в том числе благодаря и прямому авиасообщению с Казахстаном он увеличится до 6 миллионов 300 тысяч человек. Как мы все знаем, есть рейс, который летает в город Краснодар, но вместе с тем не совсем по горной дороге, не совсем удобно туристам из Краснодара потом добираться до города Сочи. Поэтому это совершенно правильное решение, что появится прямой рейс из Казахстана до Сочи. Это сократит транспортное время на передвижение и, соответственно, комфортное пребывание в город-курорт. Прямое авиасообщение с Казахстаном продлится до октября. Но, учитывая любовь казахстанцев к горнолыжному спорту, рейс станет круглогодичным, уверены туроператоры. Ольга Десятого, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Практически все предприятия города поддержали инициативу сочинских единороссов принять летом на работу школьников. Учитывая позицию партии, глава города Анатолий Пахомов провел совещание с руководителями сочинских предприятий и обозначил основные позиции трудовой компании «Лето-2016». Глава города отметил – это социальная ответственность. Интерес ребят к труду надо не только поддерживать, а делать все возможное, чтобы и в следующем году дети пришли на предприятие. И не важно, что это подсобные работы или уборка улиц, дворов. Ребята учатся быть взрослыми, работать и получать за свою работу деньги, которые еще и учатся ценить. Мы должны просто-напросто помочь детям, которые хотят использовать летние месяцы для того, чтобы заработать немного денег и даже получить определенные трудовые навыки. Если у ребенка есть такое стремление, это очень похвально. И мы просто обязаны поддержать его, оказать любое возможное содействие. Сочинский хлебокомбинат в сети года предоставляет юным сочинцам рабочие места. В этом году, пообещал руководитель предприятия, готов трудоустроить 30 школьников. Чтобы дети понимали, что деньги не просто так зарабатываются, что необходимо иногда работать физически, иногда умственно и так далее. То есть, на мой взгляд, я в свое время прошел подобную практику. Может быть, не сразу это осознаешь, но тем не менее, когда после рабочего дня, а еще лучше в конце месяца, когда получаешь зарплату, уже не так легко расстаешься с деньгами. Конечно, есть и организации, которые в силу своей специфики и техники безопасности не могут взять на работу детей, например, строительные фирмы. Но поучаствовать в трудовом лете желание есть. В таком случае, они перечисляют на счет специального фонда 15 тысяч рублей. И эти средства будут распределяться в виде заработной платы тем ученикам, которые будут работать на пришкольных территориях или в специально организованных для них трудовых площадках. В любом случае, фронт работ для них организован будет, и 1880 подростков смогут за неделю заработать 2000 рублей, а за месяц – 8. А может быть, судя по прошлому лету, количество желающих совместить отдых с работой школьников будет еще больше, считают сочинские единороссы. Специалисты Центра занятости населения готовы помочь всем при выборе летней трудовой занятости. Елена Всевсна, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Провести лето с пользой смогут тысячи сочинских школьников. Одни могут найти себе увлечение на придомовых площадках, другие, вооружившись роликами и скейтбордами, смогут отправиться на площадку экстремальных видов спорта. Там мальчишек и девчонок ждут не просто волонтеры, а настоящие тренеры, готовые научить азам спорта всех желающих. Пока на этой площадке вместо скейтбордистов разъезжают камазы, а вместо детского смеха гремят молотки. Полтора месяца назад скейт-парк кинотеатра «Стерио» был демонтирован. Площадка переехала в район Виллы Вера. Глядя на кучи стройматериала и щебня, кажется, работы здесь не початый край. Однако строители уверяют, скейт-парк будет сдан в срок. Откроется он, предположительно, 12 июня фестивалем экстремальных видов спорта. На новом месте монтируют старые конструкции, но к ним добавят и новые элементы. Во-первых, парк, конечно, будет усовершенствован намного. Во-первых, появится ограждение, будет абсолютно новое освещение, появится видеонаблюдение, будет рядом расположен туалет, чего не было на прежнем месте. И, конечно же, тот парк строился три года назад. За три года движение экстремальных видов спорта очень быстро меняется. Поэтому, конечно же, с согласованием с ребятами, которые занимаются данным видом спорта, будут добавлены новые фигуры. Кстати, те, кто больше всего ждет открытия скейт-парка, заглядывают на площадку, консультируют, дают советы, как организовать спортивное пространство. А вот адлерские ребята не ждут, а прыгают, бегают и осваивают новые элементы. Площадка в парке Бестужево пустеет лишь по ночам. Ежедневно сюда приходят тренироваться поклонники воркаута, паркура, велосипедного спорта. И не просто проводить время, а тренироваться. Мастер-класс дают волонтеры, профессиональные спортсмены. Как это может быть скучно, если учить детей, чтобы они занимались спортом, а не просто так сидели. Это, наоборот, даже очень хорошо, что дети занимаются спортом. Мне это самому приятно. Здесь все как в спортивной школе. Занятия начинают с разминки, далее основы спортивной дисциплины. И только освоив первые уроки, допускают покорять элементы паркура. За происходящим в экстрим-парке наблюдают взрослые. Увиденным довольны. Мы бы просто так не привели бы и не отдали деток. Правда, мы контролируем, сами приезжаем тоже, смотрим, как занимаются с ними. Дети, ребята очень хорошие, взрослые, серьезные, систематические занятия. Не бывает так, чтобы они пропустили занятия. Под контролем управления молодежной политики в Сочи открыты 42 площадки. Но только три подходят для экстремальных видов спорта. Впрочем, в разгар каникул откроется еще одна в Лазаревском районе. Так что сочинские школьники к началу учебного года не только отдохнут, но и подтянут физическую форму. Дина Отман, телекомпания ФКТ. В случае одним стадионом станет больше. Сочинские активисты и спортсмены взялись за восстановление старейшего спортивного сооружения Адлергского района. На субботник вышли более 200 человек. Подробности в нашем сюжете. Вилы, лопаты, электропилы и косилки. В ход пошли все возможные инструменты. Стадион расположен в районе Сочинского аэропорта. Вот уже 10 лет как заброшен. Шефство над спортивным объектом взяла Адлерская районная федерация футбола, а именно футбольный клуб «Медик» и его тренер Георгий Джабава. Восстанавливать старейший стадион помимо футболистов пришли юные спортсмены отделения тайского бокса детско-юношеской школы номер 10, тренеры, родители и общественные организации Адлера. Я претенусь, чтобы помогать, чтобы другие дети смогли заниматься спортом, так же, как и мы, бегать, играть. Наши жители, наши дети должны играть на профессиональном поле. Мы будем его восстанавливать для всего города, для именно местных жителей, чтобы это было действительно народное поле. У стадиона есть своя история. Здесь играли и тренировались футбольные команды высших лиг, в том числе и знаменитая сочинская жемчужина. Сегодня, отмечают активисты, появилась надежда, что на этом спортивном сооружении вырастет еще не один десяток чемпионов. Там будут три площадки, будет секции волейбола, секции футбола, секции тайского бокса и других боевых единоборств. То есть будем расширять, стараться для того, чтобы привлечь всех ребят с улиц к спорту. Наша цель такая. По замыслу спортсменов будут здесь и беговые дорожки, так что для всех желающих ход на стадион свободный. Это победитель первенства России, серебряный призер первенства мира. Мы, ребята, активно участвуют в социальной жизни города Сочи, принимают участие в любых социальных проектах. Сейчас нас привлекли наши друзья здесь, чтобы помочь провести этот великолепный субботник, чтобы быть примером здорового поколения для города. Работы по расчистке поля только начались. Спортсменам и добровольцам необходима поддержка. Желающих принять участие в благоустройстве стадиона и в развитии районного спорта в целом, просят обращаться по телефону 8-988-351-2304. Мы готовы! Ольга Десятого, Инга Габеша, телекомпания ФКТ. 6 июня в России отмечают сразу две даты рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка. В Сочи состоялись открытые пушкинские чтения. В них приняли участие поэты, чтецы и просто ценители словесного искусства. На площади у памятника Пушкину собрались не только профессионалы-языковеды, но и просто любители классики. Артисты пели романсы и читали стихотворения поэта. Под классические аккорды сочинцы и туристы знакомились с раритетными изданиями произведений Пушкина, представленными на выставке. Главная особенность такого фестиваля, считают организаторы, в его непринужденности, теплой и уютной атмосфере, где поклонники словесного искусства могут не только наблюдать за выступлениями творческих деятелей, но и принять участие в чтениях. Под сенью великой пушкинской прозы объединяются все – сочинцы, гости, читатели. Время наносит свое понимание, наносит свою лексику, наносит свои, скажем, обороты словесные. А вот Пушкин остается Пушкиным. Именно от него идет вот тот чистый, красивый русский язык. Праздник русского языка популярен и среди молодежи. В этот день многие стараются вспомнить цитаты, с произведений великого поэта, а кто-то с легкостью воспроизводит слух стихотворения, которые актуальны и сегодня. Я вас любил. Любовь, еще быть может, в моей душе угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Организаторы отмечают, что программа пушкинских чтений с каждым годом совершенствуется и приобретает новые формы. В этом году этот диспут на тему искусства и развития русского языка в классической современной интерпретации. Дина Отман, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Вновь начала свою работу ярмарка белорусских товаров. Она открылась на территории оптово-розничной базы на улице Яна Фабрициуса, 58. В этот день туда пригласили сочинских ветеранов, чтобы сделать подарки в виде продуктовых наборов и тем самым в очередной раз проявить внимание и заботу. Организаторы ярмарки белорусских товаров на своем белорусском языке приветствовали сочинских ветеранов. А их так мало осталось в Сочи тех, кто участвовал в боях с фашистами. Семен Гайсинский, Павел Зубенко, Михаил Инкин, Николай Николаев, Павел Сюткин пришли вдовы умерших участников войны. Мы, белорусы, вельми вас рады видать на вашей родной земле, на земле Краснодарского края. Такие встречи организовывает Совет ветеранов и общественное движение «Здоровый мир» под руководством Руфины Удальцовой, чтобы хоть как-то скрасить будни наших героев войны. Всем им далеко за 90, а Павел Артемьевичу Зубенко – 96. Я начал в Заполярье, в Кандаларское направление, и закончил Праге. Праге за освобождение Праги. Я имею чешский военный орден, чешский военный крест 1939 года за освобождение Чехословакии из столицы Праги. Ребята, не слышно, освобождал Польшу, Германию, Чехословакию и свою родину. Освобождал, защищал и освобождал. И мы не можем. Люди, которые часто приходят на оптово-розничную базу на Фабрициусе, были удивлены здесь и концерт для ветеранов, и возможность пообщаться с ними, сказать добрые слова. И торговые ряды расширились. Кубанским производителям присоединились производители из Белоруссии. Здесь они пробудут только неделю. Как всегда, в широком ассортименте молочные продукции, мясные, колбасные изделия, различные сладости. Ну а белорусский дрикотаж всегда пользуется особым вниманием у сочинцев. Очень нравится белорусский, потому что качественное и натуральное. Никакой подделки. Не первый раз приезжаю, мне нравится. Дай Бог, чтобы они всегда были, белорусские товары. Пока сочинцы делали воскресные покупки, владелец Чайханы, расположенный здесь же, пригласил участников Великой Отечественной войны за праздничный стол, плов и за душевные беседы. И это еще один показатель, что не только в празднике надо вспоминать про ветеранов. Совместно с советами ветеранов на всех площадках города Сочи проводим такие акции. Будет это к празднику, или не к празднику, будет это на рынке, или в органном зале, или в театре. Разницы нет. Мы всегда и везде приглашаем и поздравляем ветеранов. Тем более, здесь администрация этого рынка сама прониклась и попросили, чтобы наградить ветеранов. А в Тула розничная база день от дня становится больше и интереснее. Периодически обновляется ассортимент. Продукцию привозят со всех регионов Юга России. Много кубанских товаров. Да и по виду легко определить, насколько свежие овощи, фрукты. Мы привозим его с Кубани. И по вкусу он другой, и по виду, и качественный. А в Тула розничные склады на Фабрициусе и Белорусская ярмарка каждый день ждут своих покупателей. Сюда легко добраться на своем транспорте с объездной дороги из Куротного проспекта. Много парковочных мест. Ходят автобусы по двум рейсовым маршрутам первому и восемнадцатому. Елена Авсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Партнер выпуска бизнес-центр Грант. В Гранде большой ассортимент товаров для дома и ремонта, а также много мягкой корпусной мебели для интерьеров разных стилей и направлений. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущих Beauty Room Dals, студию красоты, объединившую лучших стилистов и мастеров Сочи под руководством ее основателя Дарьи Далс.